Алексей Эбель Я аистов приучал к себе, ходя вот в такой кепке, то есть они видят, что она белая, они чтобы узнавали меня, было что-то узнаваемое, я вот ее поэтому никогда не снимаю и хожу вот в таком виде. Высокие сосны, пятна света и тени, пару минут уже не помнить, откуда пришел, запросто можно потеряться. А тем более разглядеть птицу, которая в ходе эволюции обзавелась идеальной природной маскировкой. Вот мы дошли до гнезда, вот до него меньше 100 метров от дороги птенцы, вижу, стоят, но если не знаешь, его очень сложно заметить, потому что мелкими деревьями прикрыто. Блин, как комар в рот залетел. По словам Эбеля, в окрестностях Барнаула в этом году насчитали 11 гнезд. В них обитает 14 взрослых птиц и 23 птенца. Это немного меньше, чем раньше, их число варьируется год от года. Почему, неизвестно. Вообще, барнаульские, сибирские черные аисты, в отличие от европейских, практически не изучены. Кольцевание практически не проводилось в Сибири, да, вот мы сейчас, ну, более-менее массово, так скажем, этим занялись, чтобы понимать, куда они летают. А началось, на самом деле, с того, что я у нас в пойме сфотографировал аиста с кольцом. И когда начали выяснять, оказалось, что это таиста кольцом в Пакистане. Вот, и поэтому стало интересно все-таки, как вот эти миграционные пути происходят. Он говорит, нигде в Сибири эти пугливые птицы не гнездятся так близко к людям. Сыграли свою роль водные артерии, барнаулка и опь, где птицы добывают рыбу, а также особые ландшафты ленточных боров, в которых можно найти нетронутые цивилизации участки. Ой, и комаров здесь, а. Если прислушаться, то слышно лай собак, шум машин, поездов. Мы формально в черте городского округа. И вот, пожалуйста, такой заповедный уголок. Главный враг черного аиста – человек. Их гнездовые участки нередко попадают в зону вырубки. Причем лесорубы порой даже не знают, что нарушают закон. Чтобы избежать трагедии, Алексей и волонтеры, а также просто неравнодушные люди сообщают в Краевое Минприроды о найденных гнездах. И пока птенцы, оперившись, не улетят на зимовку, отслеживают их судьбу. В этом гнезде их четверо. Ждут, когда кто-нибудь из аистов родителей вернется покормить. И вот, свершилось. Не ходить у гнезда, не орать, руками не махать, ничего резкого не делать, постепенно их приучать. То есть они достаточно быстро привыкают и вполне естественно себя ведут. По словам Алексея Эбеля, получить такие кадры, особенно с близкого расстояния, меньше 20 метров – это большая удача. В отличие от своего белого родственника, черный, крайне осторожен и пуглив. Самка может сутками не приближаться к гнезду, если рядом человек. Но, отмечает ученый, если быть осторожным, можно стать свидетелем такого явления. А затем птенцы совершили один из первых своих полетов. Пошел. Алексей Эбель отмечает, у пернатых осталось не больше месяца, чтобы научиться летать и охотиться. Осенью они отправятся на зимовку. Где родина барнаульских черных аистов, ученым еще только предстоит установить. Но, предположительно, это Ближний Восток. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok